В битве при Ватерлоо он одолел самого Наполеона Бонапарта. А когда дым над полем рассеялся, он, оплакивая мертвых, сказал «Молю Бога, чтобы это было мое последнее сражение. Очень плохо все время воевать». Командующий союзными армиями в войнах с Наполеоновской Францией Артур Уэлсли Веллингтон не был пацифистом. Сын обедневшего ирландского графа Морнингтона был напорист и чистолюбив. Артур успешно закончил престижный Итан, Анжерское военное училище во Франции и стал быстро продвигаться по служебной лестнице. В 25 лет в Нидерландах командир пехотного полка Уэлсли принял боевое крещение, воюя против республиканской Франции. Получив назначение в Индию, он стал неофициальным военным советником своего брата Ричарда, генерал-губернатора английских владений. Уэлсли впервые заявил о себе как о способном полководце, отличившись при штурме Серинга-Патама, столице индийского княжества Майсур. А в 1808 в Португалии во главе союзных англо-испано-португальских войск Уэлсли разбил отряды наполеоновского маршала Жюно. Так впервые английский маршал досадил французскому императору. Спустя год обстоятельный и предусмотрительный Уэлсли вынудил отступить лучшего наполеоновского маршала Сульта и получил за эту победу титул Виконта Веллингтона. Затем он нанес поражение войскам маршала Мормона в битве при Саламанке. А в 1813 году в решающем сражении при Витории союзная армия под командованием Веллингтона разбила войска Жозефа Бонапарта, брата Наполеона, и освободила Испанию от французского владычества. В жизни амбициозного служаки Веллингтона была и романтическая история. В юности ему пришлось надолго расстаться с невестой, красавицей Кэтрин Пакингем, поскольку лорд Лангфорд считал Артура недостойным женить бы на его дочери. Когда после девяти лет службы Артур Уэлсли, посвященный за военные успехи в рыцаре британской короны, встретился с Кэтрин, он ужаснулся. Ее лицо было обезображено оспой. Девушка хотела освободить жениха от данного слова, но офицер проявил благородство, свадьба состоялась, а высший свет Англии был в восхищении. Война с Францией продолжалась. В марте 1815-го Наполеон вернулся с острова Эльба и вновь овладел Парижем. Второй этап наполеоновского правления, названный «Сто дней», стал для Веллингтона вершиной его воинской славы. Перед походом, напутствуя железного герцога Веллингтона, российский император Александр I сказал, «Вам предстоит спасти мир». Утром 18 июля 1815 года, возле местечка Ватерлоу в Бельгии, главнокомандующий союзной англо-голландской армией Веллингтон встретился уже не с наполеоновскими маршалами, а с самим императором Франции. К трем часам дня положение англичан стало угрожающим. Ожидая подкрепления от прусского генерала Блюхера, Веллингтон произнес, «Нужно, чтобы пришла ночь или Блюхер». Подоспевшая к вечеру 40-тысячная прусская армия обеспечила союзникам полную победу. Проигравший Наполеон не считал Веллингтона гениальным стратегом. То Ватерлоу, я думал, что он обладает дарованием полководца. Но своим успехом Веллингтон обязан прежде всего своему собственному счастью, а затем союзникам-пруссакам. Когда эти союзники потребовали расстрела побежденного Наполеона, Веллингтон был категорически против. В перерывах между войнами полководец занимался политикой. Он был избран депутатом Палаты общин от города Ньюпорт. Два года занимал пост государственного секретаря по делам Ирландии. Участвовал в работе трех конгрессов, когда европейские монархи делили Наполеоновскую империю. Был послан в союзную Россию для поздравления императора Николая I с восшествием на престол. Кроме того, герцог Веллингтон являлся лордом-хранителем пяти гаваней и канцлером Оксфордского университета. Вершиной его политической карьеры стала должность премьер-министра Великобритании. Хотя он со своим обычным упорством выступал против парламентской реформы, подвергся публичному оскорблению и вынужден был в 1830 году подать в отставку. Но вскоре это было забыто. И благодаря твердости духа и чувству долга Веллингтон вернул прежнюю популярность и всеобщее уважение. Даже королева Виктория в трудных ситуациях обращалась за советом к главнокомандующему Королевской армии Великобритании. Артур Уэлсли Веллингтон прожил 83 года. Памятник герцогу украшает главную площадь Лондона – Трафальгарск-Вен. Его имя носит Чилийский остров и пять городов в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Африке. На месте битвы при Ватерло создан музей Веллингтона. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok